МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но коррупция как процветала, так и процветает. Наши дети два месяца, даже уже больше, без мяса сидят. На днях мы получили тапочки, на второй день уже дырявые они. Носки, они оденут уже тут же пятка, а ребенку выделяется носки на год где-то три пары, четыре пары только. Вот представьте, что это. Дети наши, носки стирайте, в кармане сушат, чтобы не украли, чтобы завтра в школу было что одеть. Потому что по лимиту не положено. А кто выигрывает такие носки? Вот такие недобросовестные поставщики наши. Между тем, государство ежегодно выделяет около 8 миллиардов тенге на содержание порядка 11 тысяч детей-сирот. Так, на одного ребенка в среднем должно приходиться 70 тысяч тенге ежемесячно. Куда утекают огромные суммы бюджетных денег – главный вопрос. Однако беспокоит он разве только что общественных деятелей, но совершенно безразличен чиновникам. Похоже, что государственные тендеры в карманах халатных жуликов алчным госставленникам только на руку. Тот, кто поставил меньшую цифру, да, меньшую означил цену, тот и выиграл. И когда мы получаем то, что мы получаем после этих госзакупок, то мы иногда просто плачем, потому что на самом деле мы получаем вот такое мыло, которым невозможно мыть, вот такой порошок, который ничего не моет ни стены, ни пол, абсолютно ничего, и все остальное. И вот такие стулья, которые ломаются на второй день, и которые вообще сделаны где-то, наверное, в подвале, на коленке, я не знаю. Это совершенно ненормальное производство, то есть здесь нет никаких ни гостов, не соблюдается абсолютно ничего. На пресс-конференции работников образования Ирина Смирнова и другие выступающие отметили, что реализация закона о госзакупках на практике привела к появлению некачественных товаров и услуг и еще большему процветанию коррупции. Воспитатель Уштобинского детского дома Гульнара Кбылбекова рассказала, как действительно сегодня живется детям-сиротам. Когда они заканчивают 9 класс, то им государство выделяет на карточки, по нынешним данным, я до сих пор не знаю цены, потому что не говорили ни в бухгалтерии, ни в директах, но приблизительно 80 тысяч. 3 тысячи они кладут на карточку этого ребенка-воспитника. И где-то на 26, на 25 вот такой арматурный лист одежды составляет. Но извините, пожалуйста, это что такое? Тут половина вещей это детдомовских, а этот ребенок у нас поступает с 3 тысячами на карточки. Ни в тетрадь, ни ручки, ни зубной пасты, ни зубной щетки. Элементарно ничего нет. Как он должен учиться? Многие бросают. Из выделенных государством 80 тысяч тенге на карточки у подростков всего 3. Остальные средства бесследно исчезают. Первый раз мы спросили, куда делись, и сказали, что сэкономили стулья в столовой купили. Ну извините, пожалуйста, государство, по-моему, на миг выделяет. В этот раз директор вообще не соизволила, у нас Беспаева Гульнара Диханна, директора, она вообще не соизволила ответить, куда эти деньги делись. Зато вскоре у директора появилась новая машина за 3 миллиона тенге. Со слов Гульнары Кобылбековой, в детском доме деньги делаются на всем. В первую очередь на экономии и здоровье детей. Я уже не могла не смотреть, что дети вшили, в резиновых шлотках земной, в туалет на улицу, что знаете, куда бегают. Весь февраль холодный. Вы знаете, дети, им могли спать, вот лично в моей группе, я воспитателем работаю, да, девочка Танюша не могла уснуть, плакала. Я говорю, Таня, ты почему плачешь? Я занялась, я не могу уснуть. Вот приходилось их укутывать, возле них это самое сидеть, где-то 14. Гореть рядом нельзя, потому что... Лечь рядом я побоялась, потому что она вшила. Я вот честно вам скажу, что сказать, только уберешь, чтобы их день 2-3 раза мазать, это холодно, вода холодная, у нас нету горячей воды в детском доме. Сам детдом холодный, ребенок болит, я же говорю, у нас в основном все хронические больные. Вот такая вот у нас детдом. Жаловаться, вот все мои жалобы, все мальпетные, но никакого результата нет. В таком плачевном состоянии детские дома по всей республике. Директора, кстати, надолго не засиживаются. Пять директоров меняется за 5 лет, говорю, и все по коррупции выходят. Говорю, ну почему так делать? О справедливости в диктаторском Казахстане можно только взывать, а вот быть услышанным – это вряд ли. Правда изобилует только из уст одного человека – бессменного лидера нации Нурсултана Назарбаева. Вот и получается, что те, кто повыше и половчее, беря пример с елбасы, нещадно обворовывают собственный народ. Начиная порой с малышей.